Всем привет! И мы двигаемся уже к такому очень интересному. Это Sun of Zombie от Fakillanossev. У них в этом году дофига новых соусов было, но почему-то пока у нас их еще нет на складе, поэтому пробуем пока старое. Но Sun of Zombie это то, что стоит попробовать всем. Это один из моих первых соусов, которых я покупал именно за вкус. То есть мне было интересно попробовать. Начинался такой старт? Нет, я стартовал с до бомба. Это был мой старт в плане вкусовых ощущений. То есть ты понял, что соусы бывают вкусные? Да, это среднеострый соус, который намного вкуснее того же до бомба, там в разы просто. И он по жгучести еще такой середину держит. То есть это среднеострый, такой экстремально острый соус. То есть до бомба в принципе невкусный? Нет, вообще. И после до бомбы может быть впечатление, что соусы острые это ужасная штука. Этот соус открыл мне, грубо говоря, двери в мир вкусовых соусов. То есть ты после него захотел пробовать новые или новые? Да. И он меня очень быстро ушел. То есть вот это очень классно, особенно для крылышек. То есть он так и называется Sun of Zombie Wing Sauce. Соус для крылышек. То есть можно залить, грубо говоря, этот соус на крылышки в судочек, закрыть его, а так встряхнуть. И он не будет стекать. Не будет стекать, он глазирует крылья и вы сразу их едите. Ну просто супер. Вот что интересно, на этикетке сразу написано, что он экстра-экстра-экстра ход. Но по большому счету... Но он острый. Да, он острый, но... Но он острее придет предыдущий. Ну как бы я к тому, что знаешь, у каждого производителя есть какая-то своя такая мутренняя шкала. И сравнить их в 3 иксах, ну и допустим, там у Кармы или там у кого-то еще обычный экстра ход. Да, будут отличаться. Да. Поэтому тоже момент такой интересный. Я его, кстати, запекал еще на курице сверху. Только я его свежим... Он не расслаивался? Он не расслаивался, он впитался прямо в курицу. И ты ее не видишь, где ты им раньше мазал курицу, при этом ешь и ощущаешь остроту и вкус. Вот здесь было, значит. Вот это прикольно. Так, давай по составу. У нас здесь идет мед, яблочный уксус, томатная паста, вода, чеснок, призрачный перец, который дает уже остроту нам. Хабанеро? Да, хабанеро, дистиллированный белый уксус, коричневый сахар, масло каннелы, лимонный сок, патока мандарин, нарезанные кубиками помидоры, что интересно, вот всегда знаешь, не кубиками, либо чем-то еще нарезанным. То есть, очень важный момент такой. Да. Морковь, горчичный порошок, куркума, порошок чеснока, лук, соль, молотый красный перец, белый сахар, порошок чили, орегано, черный перец, специи. Ну, это такая вкусовая бомба, я бы назвал это даже. Ну, то есть и патока есть, и мед, который, в принципе, у нас не дают стекать. Он уже сразу чувствуется такой перец со сладостью, вот, очень необычно. Как в Диорсидике, в принципе, запах сладкий? Чуть-чуть другой, медовый больше. Ну, да, сладость ощущается сразу, в принципе. Медовая такая сладость, прямая, специями. И вот, да, его можно лить уже спокойно, потому что он, ну, ладно, стекает, но не так, как предыдущий. Не так сильно. То есть, он даже вот держится сейчас. Угу. И по остроте сейчас ты ощутишь. Кстати, тебе в прошлый раз этот соус очень сильно понравился. Это я же несколько раз его вот так, я еще тогда говорил, как спалить, что Александру очень понравился соус. Да, видно по бутылке. Просто посмотрите, как часто он наливает его на стрипс. И он его в прошлый раз брал не один раз, раза три, но пробовал. Просто я даже по бутылке вижу, что этот у нас закончился больше всех. Угу. Ну, острота приходит сразу. Но вкус такой, сначала сладость. Конечно, Dirty Dick, он более свежий, но здесь прям такая сладость интересная. Вкуснятина. И специи очень много, кстати. Да. Сильный соус такой. Он и острый, и вкусный. Ну... По остроте согласись, уже... Не, он серьезнее намного. Серьезнее. Знаешь, наверное, есть проблема, серьезно, у этого соуса. Ну... Он очень быстро закончится. Да. То есть, ты сядешь, есть его... Я его за неделю съел тогда. Обалденное ощущение. Знаешь, что тут уже приходит жар, ты его ешь и понимаешь, что сейчас будет еще острее, но вкусно очень. Не знаю, вкус очень приятный. Мандарины даже чувствуются. Есть какая-то кислота, кислота есть какая-то. Все равно в нем... Кислота маленькая, но вот это медово-мандариновый какой-то, он с морковью, он вкусно. Очень классно, потому что он сладкий. И вот, знаешь, если бы он был чисто сладкий, оно было бы уже питерно, а здесь такая вот кислота добавляет каких-то, знаешь, красок. Да. Нет, это серьезный кандидат, очень классный соус. Ну, интересный момент, что... Ну, острота, острота хорошая. Но тут... Гост Пеппер, да? И... Мне кажется, его немного... Короче, вот он острый, но он точно не экстра-экстра-хот. Ну, не экстра-экстра-хот. То есть, они перегнули, конечно, с тремя эксами, но вот сейчас язык уже такой у меня... Да, нормально. У меня уже горло, язык накатывает. Приличный соус. Ну... Это топчик. Его он может делать больше банки, потому что если его под крылышки мариновать, очень быстро уйдет. Очень вкусно. Да. Он реально очень вкусный, и по остроте он уже как раз такой вот оптимальный. То есть, это уже... Что тогда по вкусу? Блин, ну я думаю, это восьмерка. Это, да. Это восьмерка такая? Я поддерживаю, это восьмерка сильная, стабильная. Мне, наверное, вот ближе Dirty Dick по вкусу именно вот разнообразию. Угу. Но в этом есть уже вот то, что острота, знаешь, присутствует, как бы он дополняет. Короче, это уже острый соус. Да. Это уже не для новичков, это уже для тех, кто в принципе... Ну а по остроте что тогда? Четыре-четыре-пять? Я думаю, это пять... Короче, смотри, для нас это может быть слабенько, но в принципе, наверное, если говорить... Это пятерка. Это для обычного человека, который не пробовал сильно острые соусы там... И если его налить больше, призрачный перец имеет очень классный ожог, он постепенный. То есть он накатывает и больше будешь есть, он будет больше накатывать. Ну это уже такой сильный... Ну в принципе, саму зомби это уже такой, знаешь, эталон соуса. Он проработан классно, там рецептура классная. Ну и по цене как бы он тоже не самый дешевый. Ну и при этом острота не перебивает вкус. Ты можешь хорошо распробовать его, это очень большой плюс. То есть очень часто оценки занижаете вы на сайте, когда пробуете соусы, потому что даже в комментариях описываете, что острота настолько быстро включает, что вы не успеваете почувствовать вкус. Вот в принципе, этот соус, наверное, позволит и вкус прочувствовать. Рецепторы включаются постепенно очень. Вкус будет очень разнообразный, что тоже как бы, ну, вы оцените. Ну и для тех, кто любит очень острое, все равно не будут свой дайк. Для тех, кто любит курочку, обязательно. Вот с курочкой вообще супер сочетание. Нет, честно, я думаю, и к пицце. Да и к пицце, к курице. И на мороженое, думаю, пойдет он с мороженым. Кстати, ребят, кто не пробовал, попробуйте острый соус с мороженым, поливаете сверху и едите. Ну, мне не пишут, к чему его использовать. Ну, я думаю, он универсальный максимальный. Универсальность хорошая, да, он подойдет к многим вещам. Короче, тепло еще держит. Это топчик, да. Мы двигаемся дальше. А с вас отзыв, обязательный фидбэк. Давайте в комментариях и ваши лайки тоже нас поддержат. Спасибо за просмотр. Спасибо большое. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok